Друзья, всего 10% зрителей смотрят видео на этом канале с подпиской Я ни на что не намекаю, но если бы остальные 90% подписались Нас стало бы значительно больше Должности инспектора Взвод номер 2 В составе роты номер 1 В составе батальона номер 2 В составе полка ДПС В составе всего Так, с 5 апреля Короче, нифига это не ответственный Подкрепление, подкрепление Возможно, я к чему буду Может и не будет, посмотрим Друзья, не забывайте оценивать и комментировать видео А также напоминаю, что по ссылке в описании Можно пройти в телеграм-канал И вы не пропустите новое видео Добрый Чего сказал? Ничего не слышно Повторите Повторите Кто? Повторите ДПС ДПС кто? ДПС Сержант Соколов Сержант Соколов Все случилось? Все хорошо Ну, тогда я поехал Я вижу, что у вас все плохо У нас все плохо? Да, стоите в нарушении ПДД Останавливайте транспортные средства В нарушении ПДД Что? Не нарушал На перекрестке Без включенных маячков Не слышал Я говорю, стоите на перекрестке Без включенных маячков Ничего не нарушаете? Нет То есть нарушение ПДД Вы остановили сами И хотите что-то от меня еще требовать? Да Что да? Ваша дорога Кто является водителем Данного транспортного средства? Я полагаю Я про ваш патрульный автомобиль сейчас говорю Струбник Почему вы его не привлекли к ответственности? Какой? У вас проблемы со слухом? Нет, не хорошо Я же вам сообщил Что он стоит в нарушении Правил Дорожного Движения Если вы вызовете Пожарите, пожалуйста Сколько у нас? Раз Ну давайте вызовем ваше руководство И выясним, почему вы меня в нарушении ПДД остановили Почему автомобиль свой Позвоните Ну звоните ответственному Вам же надо, вам тоже А мне надо? Конечно Ладно, зовите своего коллегу Зовите, говорю, своего коллегу Если вы не компетентный Зовите коллегу Может он чуть-чуть грамотнее Может он чуть-чуть грамотнее Ладно, сейчас секунду Коллега О, маячки включили Здравствуйте, блокнотный ГВД, легенд полиции, Карманский, проверка документов Здравствуйте Хорошо, что проверка документов Давайте ваши проверим Потому что я сомневаюсь, что это сотрудник полиции И ваши тоже Давайте посмотрим Меня зовут Евгений Андреевич Евгений Андреевич, смотрите Я вам удостоверение покажу Но на камеру не буду показывать Ваше удостоверение публично Я его запишаю публично снимать Ну, я вам отказываю Я хочу знакомиться согласно статье 5 С вашим удостоверением Уберите жетон этот Карманский Игорь Александрович Инспектор ДПС До 25-го года Ну, возможно, похоже Ваше удостоверение можно? Покажи старт Справка дана о том, что Сержант полиции Соколов Иван Сергеевич Илья Сергеевич, простите На должности инспектора Взвод номер 2 В составе роты номер 1 В составе батальона номер 2 В составе полка ДПС Капец В составе всего Так, с 5-го апреля По настоящее время Почему с 5-го апреля 18-го года И до сих пор со справкой Я хочу удостовериться вашей личности Вот паспорт я снимать не буду Что, паспорт? Я снимать не буду Так Соколов Илья Сергеевич Ладно Допустим Да Стоп Я вас Вы меня остановили? Документы спрашиваете Угу Соколовник остановил Секундочку Алло Давайте вы за мной закончите А потом свои личные дела По телефону будете решать Инспектор Возвавайте Возвавайте ответственность Кого ответственность Да Ну нарушайте ПДД Нарушайте приказы МВД Личными беседами Коллега ваш занимается Я его позвал, чтобы Беззаконие прекратить А он еще и по телефону Личные вопросы решает Я же к вам подошел Представил Так да Вы подошли Представились А потом личные дела Свои по телефону Начали решать Почему личные? Ну я не знаю Вы не знаете Телефон-то чей? Служебный что ли Айфон у вас? Какая вам разница Чей это телефон? Мой телефон? Личный Значит личные дела Вы решали сейчас Да? Да Нет, мне По со мной звонил Документы предоставьте Я вас сейчас позвал Не для того, чтобы Вы тут сейчас кричали Мне документы Хочу пощупать Вас остановили Для того, чтобы Вы документы предъявили Вы меня дослушаете До конца? Вы до меня До конца дослушаете? Бесконечно разговаривали Документы передайте свои Я вас позвал Для того, чтобы Пресечь правонарушение Какое правонарушение? Так дайте договорю Ну договаривайте Я сейчас стал свидетелем Того, как это Патрульный автомобиль Стоял в нарушении ПДД Он до сих пор стоит Вы только маячки включили Мы подъехали Сюда включили В чем проблема? Конечно, подъехали У меня есть видеосъемка Я туда ехал И обратно ехал Стоял в нарушении ПДД Я прошу привлечь водителя Долженого транспортного Стоит на перекрестке Во-первых Во-вторых Да дайте я договорю Я вам обращение диктую Можете фиксировать Вы поедете потом Где-нибудь напишите То есть вы отказываете Еще и обращение принимать? Я вам не отказываюсь Ну тогда Да регистрируйте Регистрируйте обращение Как вы говорите Потом обжалуйте Потом обжалуйте Мое обращение Вот и все Вы так говорите же Вот я вам говорю Потом обжалуйте Документы мне, пожалуйста Предоставьте свои Для проверки документов Для чего? Что значит для чего? Ну проверка Вы же им управляли, правильно? Возможно Вы видели? Что вы управляли? Да Да, видел Хорошо Основания какие у вас есть Чтобы проверять у меня документы? Я же вам изучил На право собственности На право управления Данным транспортным средством Передайте документы Проверим Ну нет такого основания Ну нет такого основания у вас Понимаете? Как это нет? Ну вот нет А вы чем руководствует? Что это говорите? Законом Каким? Федеральным Ну каким? Хотя бы о полиции Там не прописано такое Разве? Там не прописано такое? Там прописано, что любая проверка документов должна основываться на каких-то основаниях Смотрите, в первую очередь мы сотрудники полиции, правильно? В первую очередь мы сотрудники ИВДД Ну вот давайте по порядку В первую очередь в законе о полиции прописано, что любая проверка документов основывается только на каких-то основаниях В розыске вы находитесь? Может быть, может быть Вот возьму ваш документ, посмотрю Нет, это не так работает. У вас должна быть ориентировка, под которую я должен подпадать, или мой автомобиль подпадать. У нас много ориентировок. Ну, ознакомьтесь. Меня дежурная часть остановила, или... Я вам не обязан под тирекцию предъявлять свои. Обязаны. Обязаны. Нет, не обязаны. Согласно закону о полиции, согласно Конституции, согласно КОАПа, вы обязаны предоставить мне документы. Уважаемый, передайте документы свои. Давайте просто сначала закон о полиции. Вот вы говорите... Такие спрашивать будете, что ли здесь? Я не буду, я вам сейчас продиктую. Статья пятая, пункт... Мне неинтересно это, понимаете? А, то есть вам неинтересно служить, а чем тогда служить? Мне от вас неинтересно это слышать, понимаете? Потому что я знаю... Вызывайте ответственного, тогда от него послушаем. Документы передайте свои. Вызывайте ответственного, у вас конфликтная ситуация. Я не отказываюсь. Передайте. Назовите причину, законную, как вы... В вашем диалекте. Я же вам озвучил. Ну нет такого. 106 пункт. Вашего 64-го регламента, на основании которого... Вам предъявили у вас доверение служебное. Да. Вам предъявили у вас доверение служебное. Да. Предъявили. Представились, правильно? Правильно. Но это не дает вам... Потребовали у вас документы? Передайте документы. Потребовали или попросили? Требования должны основываться на законе. На каком законе ваше требование... Да на каком законе вы сейчас основываете документы, передайте? Пощупать просто хотите? Это не административный регламент, а приказ МВД всего лишь навсего. Вот. А нарушение приказа МВД для вас в уголовной ответственности. 106 пункт этого приказа гласит, что основанием для проверки документов является ориентировка, нарушение ПДД, например. Какие еще пункты там есть? Смотрите, нарушение ПДД устанавливается исходя из проверки документов. А, это... Вот нет такого, понимаете, нет такого пункта. Есть, понимаете, даже есть разъяснение Верховного Суда. Хорошо. Зайдем с другого. С другой стороны, 31 пункт вашего же регламента. О чем говорит? Что любая остановка транспортного средства – административная процедура. Какая административная процедура, начитая в отношении меня? Административная процедура? 31 пункт 664 вашего приказа. Остановка транспортного средства. Я вам цитирую. Это административная процедура. В 40 каком-то пункте написано, что административная процедура может наступить только после факта юридического, его наступления. Какая административная процедура? С целью проверки документов вы отказываетесь выполнять пункт 2.1.1 правила дорожного движения? Я не отказываюсь вам передать документы, если вы об этом. Я просто прошу от вас законных оснований. Вы сейчас сослались на 2.1.1. Я вот вас и хочу сейчас на месте обжаловать. Я требую вызвать ответственного. На каком основании я его должен вызывать? То, что вы беззаконием тут занимаетесь, нарушение моих прав, например. А в чем вас ущемили в каких правах ваших? На право передвижения по стране. Конституционное мое право. То есть ГИБДД не имеет права останавливать автомобили? Имеет. Если есть основания. Основания имеются в данном случае. Какие? В ночное время суток. Эти безопасное лето у нас проходят мероприятия в выпускном центре. Это операция такая? Операция такая проходит. Можно комфортить. Почему я вас должен ознакомить? Да потому что в статье 5 пункте 7 вам написано. Специально для вас. Я не обязан вас ознакомить с этим, понимаете? Закон о полиции. Откройте и почитайте. Статья 5 пункт 7. Вы обязаны меня документально ознакомить. Почитайте Конституцию. Меня кто остановил? Дежурная часть ваша? Вот вы можете по своему желанию съездить и посмотреть. У меня нет такого желания. Сейчас вы вас остановили в рамках этого мероприятия. Тогда ознакомьте меня с ним. Понимаете? Конституция. То же самое говорит, что на основании документа. Документ где? Вы сейчас хотите незаконным путем завалдеть моими документами. Неправильная формулировка. Правильная. Мы хотим проверить ваши документы на право собственности, на право управления. Ну вызывайте ответственно, вместе и посмотрим. Документы передайте свои. Я передам. Вы отказываетесь вызвать ответственного? Что отказываю? Ответственного вызвать. Сейчас вызовем. Вызывайте. Документы передайте. Вызывайте. Ответственного. Я передам документы. Я вам сказал. Оснований пока вы мне не назвали. Какой адрес здесь? Посмотрите, кто будет здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы вызвать ответственного. От ГИБДД. Что случилось? Конфликт с сотрудниками ДПС. Ваши фамилии и имя, отчество? Михиенко Евгений Андреевич. Уважаемый. Евгений Андреевич. Секундочку. Я дежурной частью разговариваю. Вас дежурная часть остановила, чтобы вы не разговариваете? Проживайте по адресу. Я сообщу ответственному, который приедет. Хорошо. До свидания. Хорошо. Спасибо. Давай, до конца. До свидания. Да, я слушаю. Что? Я слушаю. Вы ко мне обращались, я слушаю. Вас остановили с целью проверки документов. Вас остановили и увидели на вашем транспортном средстве нарушение. Какое? Писковики у вас задние. Оу май. Да ладно. Да, к сожалению, так произошло. А вы являетесь экспертом в автомобилях? Что я являетесь? Технодзором являетесь? Нет, инспектором ДПС. Вы знаете конструкцию всех транспортных средств? Конструкция не предусмотрена у вас. Вы обязаны поставить разговик, если у вас не предусмотрено. А вы экспертом являетесь? Вот я еще раз прошу. Я визуально увидел. А вы уверены, что они здесь должны стоять? Они на любом транспортном средстве должны стоять. Разве? Разве. А если не предусмотрены конструкции? Предусмотрена. Откуда у вас такая информация? Кодексом административных правонарушений и правом дорожного движения предусмотрено. Может быть, все-таки здесь не о кодексе речи должна уйти. О чем? Например, о постановлении таможенного союза, например. Кодексом наказывается? Кодекс – это наказание, а не предписание. Документы будут передавать свои? Буду, когда приедет ответственный. Я уже вызвал ответственный. Если ответственно вызвали, он едет. Ну вот с ним и поговорим. Все. С вами не о чем разговаривать. Вы говорите, что вы не обязаны ничего делать. Ну вот и не обязаны. Все. Документы отказываете себе представить? Я сказал еще раз, какой же, в шестой или в седьмой раз, я не отказываюсь передать документы. Я всего лишь навсего… Передать в плане свою позицию гражданскую. Моя гражданская позиция – привлечь к ответственности водителя вот той машины и привлечь вас обоих к ответственности, к дисциплинованной хотя бы. А лучше уволить. А лучше уволить. Вот моя гражданская ответственность и позиция. Ну, достаточно. Ну, можете добровольно написать рапорта сразу прямо здесь на месте. На увольнение. Ну, вот так вот. Такие сотрудники служат. И галочки-то сразу включили. Подождем. Я так понимаю, ответственный подъехал. Сейчас посмотрим. Свет себе на камер не забыл. Что-то уже рассказывают, рассказывают им. Здравствуйте. Здравствуйте, старший лейтенант. Кто? Старший лейтенант. Да, инспектор ДПС старшей лейтенанты Канафина Роман Сидорович. Ага. Я так понимаю, вы ответственный, да? Нет, я не знаю. Нет? А, ну ладно. Тогда ждем ответственного. А что вас происходит? Ответственного ждем. Вы документы-то не передали? Еще раз? Вы документы-то не передаете, что инспектор? Кому? Инспектор. К какому? Который к вам обращался. Ко мне и вы обращались. Нет, я спрашиваю. Который к вам обращался? Документы не передаете? Они оба ко мне обращались. Ну, а почему документы не передаете? Я, кстати, ответственного жду. Я не отказывался передавать документы. Короче, нифига это не ответственный. Подкрепление, подкрепление. Возможно, я к ним буду. Может, и не будет. Посмотрим. Может, я угнал машину? Вот видите? Вот видите, да. Вы сами перечисляете. Но оснований-то законных нет. Как нету оснований? Ну, ну, нет. Вам будет применена физическая сила. Вы мне угрожаете. Нет, я вам нисколько не угрожаю. Я уже думал, вы сбежали. Да нет, там машину попросили проверить. Неадекватно. А, ну, хорошо. Да, кто обращается? Михиенко Евгений Андреевич. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.